привет дорогие друзья рада видеть вас у себя на канале и сегодня я хочу вам показать как обычно проходит мое утро а какие у меня обычно стоят задачи чем я занимаюсь но 8 чем занимаются в это время дети вообще утро у меня начинается желательно в 7 часов не всегда получается но 8 начинается всегда так как я ложусь спать достаточно поздно не всегда получается встать именно в 7 хотя хотелось бы возможно еще раньше потому что дело очень много и чем больше детей чем больше дел работа по дому никогда не заканчивается что в моем понимании утром сейчас я считаю так что утро это все что до дневного сна детей поэтому сегодня в сегодняшнем видео я вам покажу именно то чем я занимаюсь пока дети не улягутся на дневной сон на данный момент еще все дети спят времени как раз наверное где-то 7 часов может быть 8 я налила себе кружечку кофе и занимаюсь уборкой по верхам то есть убираю сначала просто раскиданные вещи конечно логично и правильнее было бы все это убрать с вечера но с вечера к сожалению на это уже не всегда остается сила поэтому мне даже иногда проще удобнее и легче сделать это именно утром далее я разбираю основное помещение в котором я нахожусь практически весь день это конечно же кухня именно в кухне я провожу больше всего времени поэтому первым делом навожу порядок именно здесь подготавливаю рабочие поверхности освобождаю да убираю какие-то лишние вещи меняю обычно кухонное полотенце утром и ну вот в данный момент к примеру добавляю бумажное полотенце чтобы у меня в течение дня уже вот это вот на эти все дела не мне на эти все дела не тратится добавляю смесь детскую если необходимо ну и в общем навожу такую небольшую чистоту чтобы в течение дня мне уже всего этого не касаться когда нужно будет начинать готовить когда нужно будет заниматься с детьми чтобы у меня уже все было в порядке далее перехожу к грязной посуде даже несмотря на то что на ночь запускается посудомойка и в течение дня бывает запускается очень часто не вся посуду туда входит у нас посуды очень грязные обычно много что-то можно если есть к примеру силы у меня муж с вечера домывает руками но если он тоже устал или ему не хватило времени потому что у него тоже много своих задач ну значит остается на утром никуда от этого не денешься и утром я еще вот эту посуду тут немножечко перегребаю хотя бы со столешницы в мойку нужно ее сложить чтобы ее уже так скажем запустить именно в дневной запуска стиралки добавляю продукты в контейнеры долевая масло в масленку в общем как я уже сказала занимаюсь подготовкой кухни к так скажем своему рабочему домохозяйскому дню также с вечера у меня здесь в тарелке осталось две помидорки мы готовили салат в общем соня у меня эти две помидорки взяла как мышонок их немножечко погрызла естественно что на это дать не стала я их не стала выбрасывать но не вижу ничего страшного чтобы пустить их потом в приготовление каких-нибудь блюд я их нарезала кубиками отправила в морозилку потом куда-нибудь либо в суп добавлю либо в какое-то другое блюдо потому что объедки мы никакие не собираем но здесь реально было две абсолютно целых помидорки от которых она прям вот маленечко там что-то пощипала совсем чуть-чуть ну и конечно выбросить было жалко они мне еще послужат к этому времени у меня проснулась соня у нас вот такая вот задвижка на самодельное многие спрашивают где вы такую купили мы и не покупали это мы сделали из старой детской кроватки то есть вот это вот стенка до бортики детской кроватки мы ее просто на обычные петли прикрутили к стене и пока временно она служит такой вот перегородкой для сони чтобы она не могла самостоятельно выйти из комнаты естественно что у сони конечно же тоже с утра в комнате бардак потому что вечером она остается в комнате 1 и прежде чем она заснет она тут во все во все поиграет и мы уже убрали половину игрушек как немногие советовали но их все равно остается очень много поэтому ну больше я уже убирать все равно не хочу то есть это уже и так такое минимальное количество которое она конечно все равно умудряется раскидать в общем подготавливаю тоже соню к новому активному дню одеваемся причесываемся и отправляемся на гигиенические процедуры чистим зубки умываемся порядок действий может иногда меняться вот сегодня например мы еще не успели сони почистить зубы уже проснулся степа он уже тоже просыпался на утреннее кормление дома достаточно тепло ночью немного все но прохладнее поэтому одеваю его в теплый костюмчик и когда он уже утром просыпается я костюмчик с него просто снимаю чтобы сделать ему такие воздушные ванны чтобы он немножечко полежал голенький ему приятно да и полезно ну а пока он принимает воздушные ванны мы сони заправляем постель я сейчас не занимаюсь оформлением кровати как раньше не выставляю подушки не раскладывал плед чтобы это было красиво потому что мне пока конечно не до этого совершенно мне бы просто закинуть покрывалами уже хорошо поэтому пока красоту никакой в спальне не навожу вот ну просто закинула одеялом уже и слава богу далее навожу порядок на пеленальном комоде уже так скажем подготавливаю его к новому дню 8 разгребала там спальни кое-какие вещи все заложила поэтому сейчас как раз разбираю пеленальный комод чтобы уже был сразу же доступ для принятия процедур для стёпы а 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 ну а Ну и навожу общий порядок в спальне. Спальня у нас достаточно небольшая, не так много мест, где образуется бардак. В основном это пеленальный столик, это комод под телевизором. Ну и всякие вещи накидываются мне на кресло, за которым я работаю. Никуда от этого пока не денешься, все время гонишься все сделать побыстрее, быстрее, быстрее. Бывает что-то просто, ну бросаешь там, где тебе удобно бросить, потому что куда-то торопишься. Сеня, как видите, все еще у нас спит, он себе позволяет спать дольше всех. Он никуда не торопится, ему никуда не нужно, он учится во вторую смену. Но обычно часов в 9 я все равно его заставляю встать, иначе он бы спал, конечно, и дольше. Ну и в принципе на этом у меня, так скажем, уборка по верхам закончена, поэтому я запускаю нашего Валерочку. Он пока, я занимаюсь другими делами, он пропылесосит пол. Как раз подошло время для того, чтобы почистить Соне зубки. Чищу пока сама, ей, конечно, хочется самой, но у нее, естественно, ничего не получается. Плюс она еще ест пасту, то есть не могу никак ее научить пасту сплевывать. Она ее упорно сглатывает, потому что она очень вкусная, клубничная. Ну, в общем, как чистим, так чистим. Главное, что зубы чистые. Надеюсь, что детская паста ей никакого вреда не нанесет. Ну и после этого, конечно же, логично, что время завтрака. Я завтракаю позже, когда у меня есть какая-нибудь свободная минутка. Ну, в основном, получается, что завтракаю отдельно от детей, потому что, ну, не получается у нас завтракать вместе. Пока детки кушают, я занята какими-то делами. Сегодня ничего на завтрак не готовила. Изредка позволяю им побаловать себя такими вкусняшками, как мюсли или сухие завтраки. Все они, естественно, какой-нибудь там несколько или завтраки, а Соне мюсли. Не злоупотребляем, раз в неделю, не чаще, но детки любят, поэтому пусть кушают. У Сони как раз сегодня мюсли, это запеченные мюсли с клубникой. Они хорошие, кстати, с хорошим составом, там нет никакой химии. Единственное, что, ну, я думаю, что, конечно, там дофига сахара, потому что они прям сладкие. Сене ест Несквик, ему нельзя молоко. Мы ему даем, конечно, ну, совсем-совсем редко, потому что уж просто хочется ему. В основном он молоко заменяет везде на кефир. И он уже привык, сухие завтраки тоже есть с кефиром. Иногда покупаем ему не молоко, какое-нибудь соевое молоко, овсяное, гречневое. Тоже неплохо можно заменить обычное коровье именно вот этими видами. Ну и пока дети завтракают, я замочила перловку, буду варить сегодня рассольник. И пошла делать со Степаном всяческие процедуры, протирания, там, глазки, ушки, подмышки, смена подгузника, кремик, легкая утренняя зарядка. Я особо там не массажирую ничего, прям какую-то супер гимнастику мы не делаем, потому что на данный момент он все равно посещает курс массажа, там уж профессионал с ним сама поработает. Мы делаем просто такую легкую утреннюю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мясо это кусочек говядины, морковь, лук, горошек, перец, перец горошка и лавровый листик. Ну, в общем, как обычно. До первой пены довожу, пену снимаю, накрываю крышкой и на час оставляю вариться под крышкой еще. Ну и, собственно, время приготовить обед. Стараюсь обед готовить, прям стараюсь, прям тороплюсь максимально быстро, потому что нужно еще успеть с детьми погулять. Поэтому и приходится вставать немного пораньше, потому что уборка плюс готовка, это уже вместе занимает достаточно много времени, если еще учитывать степень кормления. Ну, реально по времени это выходит дофига, поэтому, чтобы успеть все-таки с детьми еще погулять до прогулки, до обеденного сна, нужно реально, приходится вставать гораздо раньше и нужно делать все максимально быстро. То есть, если я, к примеру, не отвлекаюсь на съемку, что-то вам не рассказываю, то я делаю все в 3-4 раза быстрее, прям, знаете, в режиме нон-стоп, быстро-быстро туда-сюда, быстро-быстро все нарезаю, быстро все готовлю, быстро убираюсь, потому что иначе я 100% ничего не успею. И те дни, в которые я, к примеру, знаю, что я буду снимать, я стараюсь много дел на эти дни никакие не оставлять, потому что иначе я просто не успеваю их все равно сделать. Подготовила картошку, зажарка у меня готова, я нарезала сразу же маринованные огурчики, у меня к этому времени сварилось уже мясо, бульон я переливаю в ту кастрюлю, в которой буду готовить суп, мясо буду нарезать на кубики, можно было бы, конечно же, порвать на волокна, но, во-первых, я его не очень долго варила, сейчас все-таки я его не продержала, потому что уже нет на это времени, доварится уже, будучи нарезанным, скажем так, поэтому я его нарезаю на мелкий кубик, чтобы он еще вот доварился в таком состоянии. Пока я занимаюсь приготовлением обеда, Сеню еще доучивают уроки, обычно мы письменные уроки делаем с вечера, а устные уроки оставляем на утро, чтобы, ну, мне кажется, что на свежую, так скажем, голову лучше укладывается информация, да, там запоминаются какие-то стихи, пересказы, чтения, все это лучше делать, мне кажется, с утра на отдохнувшую голову. Снова дозагружаю посудомойку грязной посудой, и как раз к концу приготовления у меня будет полная посудомойка, и ее можно будет запустить. Тут же заметила, что она уже достаточно грязная, поэтому так чисто поверхностно ее еще протираю. Бульон у меня закипел, я отправляю туда сразу же картофель, и сразу же с картофелем отправляю мясо, пусть тоже еще доваривается. У меня небольшой перерыв, выпила кружечку кофе и отправилась разбирать как раз белье. Пока Степа лежит, играет, пока я могу здесь в комнате заниматься какими-то делами, потому что у Степы достаточно чуткий сон, и если он спит, значит, мне приходится из спальни уходить, тут ничем особо не позанимаешься. Я даже за компьютером не могу работать, когда он спит, потому что он просыпается от звуков щелчка мышки, понимаете, а я уж не говорю там печатать на клавиатуре. Вечером он спокойно это переносит, вечером ему эти звуки не мешают, когда он уже на ночной сон укладывается, а именно в дневной сон у него очень-очень чуткий, поэтому если он засыпает, я уже стараюсь, конечно же, никакими делами в этой комнате не заниматься, просто спокойненько ухожу, закрываю за собой дверь. Ну и естественно, что он просыпается даже там во время игр Сони и Есени, потому что там они могут въезжать, кричать громко, разговаривать. Ему, в принципе, этого достаточно для того, чтобы проснуться, поэтому стараюсь минимализировать все-таки шанс его пробуждения и вообще комнату покидать. По плану у меня сегодня убраться в Сониной комнате, поэтому нужно просто разложить игрушки по своим местам, слава богу, говорю, все-таки половину убрала, их сейчас не так много, но она и из этого умудряется устроить хаос. Сбор игрушек у нас по факту занимает минут 10, слава богу, что все организовано по разным коробкам, не составляет труда как бы все это быстренько разложить, когда знаешь, что где лежит, рассортировать. Поэтому времени как бы занимает это на самом деле не очень много. Естественно, что при условии, если ты активно-активно быстро двигаешься без остановки, тогда, конечно, да, можно убраться достаточно быстро. Субтитры делал DimaTorzok К этому времени Сеню уже пора отправляться в школу. У него до уроков еще тренировка, поэтому он уходит достаточно рано. У меня к этому времени уже сварился картофель. Я отправила, у меня уже готовая перловка, отправила зажарку. Ну и добавляю специи, соль, перец, перец с черным горошком, хмели-сунели немного. И в рассольник я также добавляю совсем чуть-чуть томатной пасты, но уже позже. Отправляю сюда соленые огурчики маринованные. Обычно, кстати, я еще их протушиваю вместе с зажаркой, но раз у меня в этот раз зажарка была уже готова, поэтому я отправила их прям в таком виде. Ну и, конечно же, рассол из огурцов. Это прям главный ингредиент рассольника, как мне кажется. Ну и зеленушечка. Все, вот такой вот у нас супчик готов. Я ему сейчас дам повариться буквально минут 10, чтобы все ингредиенты, которые я добавила, объединились, и супчик будет готов. Так что можно идти спокойно гулять. Прогулка, к сожалению, оказалась достаточно короткая, при всем при том, что, как вы видите, светит такое яркое солнышко. Испортилась погода просто моментально. Буквально минут 15, может, мы погуляли, и пошел дождь, поэтому пришлось уйти домой. Но до этого я решила собрать коляску. Постирала все детали от коляски. Ну, в общем, весь текстиль, потому что он уже как-то подзагрязнился. Ну и, в общем, когда начала собирать, поняла, что я забыла постирать самую основную деталь. И, собственно, без нее нет смысла собирать. Поэтому, когда мы вернулись домой, я закинула сразу же ее в стирку, потом в сушку, чтобы сегодня все-таки коляску еще дособирать. Степа в это время, конечно же, спит. Я еще собираю матрасик для кроватки. Тоже доставала наполнитель. Это кокосовый наполнитель в матрасике. И я сначала не поняла, что там внутри, и не стала ничего разбирать. Постирала его прямо в чехле. А потом, когда уже достала из стиральной машины, и поняла, что там все скомковалось, обнаружила, что, оказывается, чехол съемный. Все это там просто на липучке закрывается. И надо было, в общем-то, этот кокосовый наполнитель достать, не стирать вместе с ним. Ну, слушайте, ему, кстати, ничего не стало. Он остался такой же, как и был. Вполне себе нормальный вид сохранил. Ну, только теперь он чистенький. Продолжение следует... Ну, и так как пошел дождь, нам пришлось вернуться домой. Степу я оставила на улице, потому что он спокойно на террасе себе может спать. Но Соня, естественно, ее не заставишь сидеть на террасе, поэтому ей пришлось уйти домой. Пока Степа там спит, пока у Сони отстывает суп, я предложила ей вместе коллективно помыть окна. Это мы делаем регулярно, потому что, как видите, такое вот именно остекление в пол, и маленькие дети, это такие... Это вещь, которая их очень привлекает. Она постоянно заляпана. То же самое с зеркалом в прихожей. Оно постоянно у нас с отпечатками носов, ртов и всего остального. Поэтому я решила Соне сегодня как раз протереть все это дело. Ну и Соне, конечно же, с удовольствием мне помогает. Продолжение следует... Продолжение следует... Кушать супчик, ну а потом мы переодеваемся. Я наливаю ей либо молоко, либо кефирчик. Сегодня это компотик. И оставляю ее спать. В принципе, на этом, по идее, мое утро как бы и заканчивается. Но сегодня у меня еще остались невыполненные дела, которые я хочу закончить. В прихожей у нас временно пока стоит вот такой вот комод, пока у нас нет никакой мебели, да, никакого шкафа или гардероба. И это единственное место хранения, так как все это постоянно находится в каком-то бескончальном процессе ремонта и чуть-чуть какие-то переделок. У Илюши здесь, в нем, в этом комоде хранятся инструменты. Но я решила немножечко изменить хранение и, в общем, все его инструменты достала, все его вещи. Ну, естественно, что все это было заранее обговорено между нами, что верхние два ящика я заберу под шапки, потому что нас уже много. То есть, нас четыре человека, все было одно, у него свой комод с шапками, шарфами и достаточно много всяких шапочек, перчаточек, шарфиков, варежечек. Конечно, они просто уже не входят в контейнер в обычный, поэтому я все это решила переложить в ящики. В верхний ящик ушел полностью под сенины шапки, у него их много, потому что он ходит гулять, он достаточно потливый. То есть, у него шапки абсолютно разной толщины, разной продуваемости и разного вида, потому что он в течение прогулки может и две замарать, и ему там в школу, там в третий идти. Ну, в общем, достаточно много сени шапок всегда нужно. Ну, и один ящик ушел под сенины шапки. Тоже в силу возраста ей не нужны абсолютно разные, разные толщины, разные продуваемости, разного цвета под разные курточки, поэтому тоже целый ящик ушел под сенины аксессуары. Ну, а наши уж так остались в корзинке сверху. Ну, и пока дети все снова спят, я вышла на улицу, дождь уже закончился, того, чтобы собрать, дособирать все-таки коляску. Все постирала, все посушила, и теперь уже можно ее готовенькую оставить. Этой коляской мы обычно пользуемся вне нашего населенного пункта, потому что у нее не очень хорошая проходимость, а у нас все-таки мы живем в сельском населенном пункте, у нас полное бездорожье. Эта коляска больше подходит для, конечно, передвижения по городским улицам, и обычно мы ее берем с собой именно на прогулки. Сейчас она не в самом компактном варианте, потому что здесь установлена люлька для новорожденных, а затем сюда можно поставить блок обычный сидячий, и она уже будет более компактная. Ну, а там у нас есть прогулка, в принципе, не особо долго этой коляской как бы и пользоваться получается нужно. Соня в ней каталась буквально, может быть, от силы раз 5-6, ну и я думаю, что Степа тоже не чаще будет ей пользоваться. Ну и далее я засняла вам приготовление ужина. Это уже, конечно, не относится к утру, но все же покажу вам, что готовилось сегодня на ужин. Я делала салат, ну, это не то чтобы греческий салат, может быть, какой-то, знаете, что-то и есть общее, но я стараюсь готовить, ну, я называю его в любом случае, я все равно называю его греческим, но готовлю я его обычно с мясом, ну, то ли с куриной грудкой, потому что мне не хочется готовить отдельное мясное блюдо, к нему делать салат, поэтому я предпочитаю сразу же курицу добавить к салату, и чтобы получился такой полноценный ужин и с овощами, и с мясом. Курицу я обжариваю на сковороде с перцем, солью и паприкой. Далее уже занимаюсь овощами. Беру пекинскую капусту, не люблю листовой салат, вот, ну, хоть убейте. Пекинская капуста более сочная, нежели салат, поэтому я предпочитаю использовать в приготовлении салатов именно ее. Далее беру свежий огурчик, нарезаю его полукольцами. Далее пойдет болгарский перчик, помидоры. В общем, все те же самые ингредиенты, которые идут для греческого салата, только с добавлением курицы делаю. Далее беру свежий огурчик, помидоры. Далее беру свежий огурчик, помидоры. Также в салат, конечно же, добавляется брынза или фитакса, или фета. В моем случае это брынза, мне кажется, она отлично тоже подходит в этот салат. Ну и маслины. Мы маслины и оливки едим не особо много, поэтому когда я беру баночку маслины или оливок, я обычно замораживаю остатки, сколько мне не нужно, потом прекрасно применяю их в пиццу, либо в отбивные, либо в какие-то там запеканки, очень классно. Ну и также в салат они тоже прекрасно подходят. Единственное, что я еще их нарезаю колечками, то есть для нас, например, крупновато, когда целые маслины лежат. Ну и далее делаю заправку. По идее должно быть оливковое масло, у меня оливкового не оказалось, но у меня есть виноградное. Я взяла виноградное масло, тоже, в принципе, неплохо очень получилось. К нему добавляю сок половины лимона, добавляю черный молотый перец, немножечко соли и заправка готова. Ну, как по мне, идеальная заправка для греческого салата, даже с учетом добавления курицы. Ну и вот такой вот у нас получился ужин. На этом я с вами попрощаюсь, всех люблю, всех целую, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok